Новые подробности в деле Серика Ахметова. В поселке Анталы пострадавшие от весеннего наводнения получили дома. Сельчане уже оправились после паводка и готовы с энтузиазмом обставлять свое новое жилье. В Карагандинской области начался сезон уборки урожая. В этом году его планируют закончить до конца сентября. Новые подробности в деле Серика Ахметова. Сегодня в суде свидетель генеральный директор коммунального государственного предприятия «Горсвет» Кадербек Абдиров в открытую заявил, что участие компании «Стальцинк» в установке опор линии освещения было незаконным. По словам чиновника, никаких договоров и сметной документации не было. Свидетель стороны обвинения допрашивался около двух часов. По словам гендиректора «Горсвет» Кадербека Абдирова, еще в апреле 2011 года по бульвар «Мира» неизвестными людьми начались подготовительные работы по демонтажу опор линии освещения. Как рассказывает свидетель, он тут же отправился за объяснениями в Акимат города. В первую очередь приехал в Акимат, в отдел жилищно-коммунального хозяйства автомобильных дорог и пассажирского транспорта Адамбекову, Мухтаре Микпаевичу. Сказал, на каком основании, что за люди начали эти работы. Он мне ответил спокойно, что это компания «Стальцинк», что она будет в дальнейшем, в дальнейшем именно, будет производить эти виды работы. По словам свидетеля, на все работы по улицам бульвар «Мира» и «Гоголя» были выделены 100 миллионов. Кадербека Абдирова в первую очередь смутил факт, что не проводился конкурс государственных закупок. Об этом, как рассказал суду свидетель, он неоднократно в письменном виде сообщал вышестоящим инстанциям в Акимат. Однако ответа оттуда не последовало. И об этом я их уведомлял и говорил, провести конкурс государственных закупок. На это у меня были и все документы. Я их письменно уведомлял, Жакенов официально, Акима города Караганды Абдишева, Болжен Тутиевич. Но, тем не менее, эти вопросы не были решены или просто проигнорированы. Более того, из показаний Кадербека Абдирова стало известно, что после установки 86-ти опор линии освещения были замечены дефекты. На вопрос прокурора, почему же тогда продолжала сотрудничество с компанией «Стальцинк», свидетель сказал, что в городском ЖКХ на это закрыли глаза. Амина Смакова, Жаслан Макулбеков, Арман Нартаев, Первый Карагандинский. В Карагандинской области начался сезон уборки урожая. В этом году его планируют закончить до конца сентября. В работе будет задействовано более 2,5 тысяч зерноуборочных комбайнов. Все подробности у Аи Мамриной. Актуализировать рабочие планы по завершению уборки зерновых в 20-дневный срок. Нурмухамбет Абдебеков призвал чиновников поторопиться, чтобы урожай не остался под снегом. Ведь в прошлом году крестьянские хозяйства не уложились в срок. В итоге все нажитое пропало. «Армия вот этих мелких крестьянских хозяйств, которые и в прошлом году нам создали проблему. И в этом году, чтобы у нас так не получилось. Логика же, я помню, была такая. Упрёмся на крупные хозяйства. Они сначала уберут своё, а потом помогут мелочи вот этой всё подобрать». Однако специалисты региона уже взяли ситуацию под свой контроль. И потому уверяют, в этом году урожай будет неплохим. «Продолжительность уборки урожая состоит 21 рабочих дня. На уборке картофеля будет участвовать 40 картофель-уборочных комбайнов и 67 картофелекопалок. С учётом дневной производительности 326 гектаров, уборку картофеля необходимо завершить до 30 сентября». Также Акимобласти поручил подготовиться к следующему посевному сезону, заранее закупить топливо впрок. «Управлению сельского хозяйства оказать содействие хлебоприёмным предприятиям по своевременной подготовке материально-технической базы к приёму зерна нового урожая. Ну, сейчас докладывали, что вроде уже готовность есть. При необходимости отработать вопрос выделения дополнительного, удешевлённого дизельного топлива хлебоприёмным предприятием для сушки зерна». В этом году в сельхозформировании освоят и соберут более 100 гектаров ячменя, 18 тысяч гектаров овса. Кроме того, в нашей области созрел картофель и другие плодоовощные виды растений. Все работы должны быть закончены до наступления холодов. Аймамлина, Улжас, Габасов, Арман Нартаев, Первый, Карагандинский. В посёлке Анталы пострадавшие от весеннего наводнения получили дома. Сельчане уже оправились после паводка и готовы с энтузиазмом обставлять своё новое жильё и обживаться там. По словам строителей, дома, построенные на века, и весенние талые воды им теперь не страшны. Все подробности в следующем сюжете. В посёлке Анталы было потоплено 280 домов. Из них аварийными экспертами были признаны 30. На сегодняшний день уже закончили строительство 8 домов, и люди уже въехали в них. Пострадавшим была оказана как моральная, так и материальная помощь. Наедине с бедой их не оставили. Была выделена компенсация жителям района более 27 миллионов тенге. Из них 4,5 миллиона тенге – это на бытовые и на мебель. Благодаря руководству области в наш район приезжала ярмарка по сниженным ценам. И строительные материалы мы по всем этим домам, которые пострадали, им выдали цемент и пески бесплатно. Три дома за свой счёт построила компания «Тангали». Причём восстановительные работы были окончены раньше положенного срока. Когда мы приехали первый раз, здесь были руины. Время заняло на демонтаж. В течение одного месяца мы построили дом. Согласно договору, раньше срока, на один месяц, раньше сдаём. До 10 сентября все строительные работы завершатся. И оставшиеся 22 семьи смогут въехать в новые дома. А те, кто уже получил ключи, благодарят всех и вся вокруг за крышу над головой. Большое спасибо вам. Амина Смакова, Арман Нартаев, 1-й Карагандинский. Спонсор показа «Галакси Групп». Производитель продукции торговых марок «Алюгал» – «Галвин Херкюль». «Галвин». Оконные системы А-класса. Долговечность 60 лет. «Галвин». Морозостойкий, надёжный, прочный. Для тех, кто ценит качество. К другим новостям. Информацию об осуждённого на пожизненный срок за массовое убийство пограничников Владислава Челаха выставили в Википедию. Нашумевшая история про карагандинца Вячеслава Челаха ранее бродила по просторам интернета. Разные группы и сообщества писали о солдате. Но с сегодняшнего дня стало известно, что теперь прочитать всю биографию и трагичную историю молодого парня можно и в свободной энциклопедии – Википедия. Здесь написано о месте рождения, о службе в армии, но самые большие вкладки – это преступления и приговор. Кроме того, на сайте идут бурные обсуждения интернет-пользователей. В частности, кто-то верит в его виновность, а другие – нет. Девальвация вынудила многих карагандинцев взяться изучать экономику. Чего ждать от курса нефтедоллара? Как относиться к вступлению в ВТО? Благо, это или экономический просчёт? Ермек Абельдин, председатель Казахстанской ассоциации предпринимателей, имеет своё мнение о происходящих событиях. Надо было себя испытать, прежде чем вступать в ВТО. Одна Москва по количеству жителей равняется всему Казахстану. Поэтому сейчас двигать свой товар просто необходимо всеми силами. И препоны из законов о развитии малого и среднего бизнеса надо немедленно убирать. Ну, доллар, сами понимаете, сейчас плавающий курс, сегодня один курс, завтра может быть другой курс. А тенге для чего? Для того, чтобы постоянно себя обеспечивать. Например, в тот же магазин, когда вы ходите, у нас товарооборот совершается в непосредственно национальной валюте, это тенге. Нефтедоллар обесценивается, это ясно всем. Цена за баррель падает. Основа сегодня должна ложиться только на своего товаропроизводителя. Спекуляции цен ни к чему не приведёт. Сегодня стоит вопрос о принятии единой валюты для стран, объединённых экономическим союзом. Те позиции, которые выделяются по социальной помощи, перечень социально значимых товаров, продуктов, 33 позиции, их надо выдавать адресно, не через товар. Мы не должны решать за человека, за бабушку, за дедушку, должен он кушать ли мясо, должен ли он ездить на автобусе, проезд бесплатный. Есть люди, которые вообще на автобусе не ездят, они пешком пройдут. Лучше они эти деньги возьмут и заплатят за учёбу, за внука, за внучку, за детей своих, да, либо ещё что-то другое купить для себя. Прогнозировать сегодняшнюю экономическую политику занятие неблагородное, но смотреть в будущее и просчитывать свои плюсы и минусы должен уметь каждый гражданин Казахстана. Компания Караганды-Жары продолжает работы по установке общедомовых приборов учёта электричества. Такая мера не обойдёт ни один жилой многоэтажный дом. Ведь только так энергопередающая компания может уберечь предприятия от убытков, связанных с хищением потребителей. Пользу от этого в скором времени почувствуют и сами жильцы, заявляют специалисты компании. Пока люди присматриваются, как это отражается. Сегодня беседу о пользе общедомовых приборов учёта специалисты Караганды-Жарык решили провести в шахтёрском посёлке, который находится в Пришахтинске. Именно здесь наибольшее количество хищений и электроэнергии, так как в населённом пункте нет центрального отопления. Жители, уставшие топить печки, находят другой способ обогревания своих квадратных метров. Подсоединяются к сетям нелегально, то есть просто крадут электричество. Эти счётчики, которые в 61-м доме, суммируются и должны совпасть с прибором учёта, который установлен здесь. Если не совпадает, значит есть пункты учёта без прибора учёта. Вместе с приборами учёта людей уговаривают создать новую форму управления дома, то есть объединиться в своего рода КСК и назначить кого-то ответственным за электросети. В случае установки общего прибора учёта и счётчиков, граждане при желании будут платить за освещение подъездов и придворовых территорий. В каждом доме должен быть создан орган управления. Это по согласованию с органом управления делается. То есть хотят люди, чтобы у них подъезд освещался, да, они могут на подъезд провести, установить лампы освещения, могут установить на них счётчики. И тогда счётчик будет учитывать подъездное освещение. Дополнительно на подвалы они тоже могут установить приборы учёта. Это тоже будет учитываться. Также Караганды-Жарык предупреждают. В случае игнорирования жильцами их предписаний и просьбы принять меры по установке этого оборудования, 7 сентября они предпримут вынужденные меры по ограничению подачи электричества. Что эта работа не только по посёлку Шахтёрский, эта работа будет проведена по всему городу. То есть ещё дополнительно в средствах массовой информации мы обязательно доведём до жителей города, что эта работа необходима. То есть везде, согласно правилам, должны быть установлены пункты коммерческого учёта на границе балансовой принадлежности сетей. На сегодняшний день компания Караганды-Жарык уже установила 38 приборов учёта в многоэтажных домах шахтёрского посёлка. Ещё 17 домов на стадии подготовки и подключения. Такая же процедура происходит и в Майкудуке. Со слов специалистов энергоподающей организации, такая мера коснётся все дома Караганды и области. Аймам Ринатолий Генрошитов, Арман Нартаев, Первый, Карагандинский. Карагандинцев призывают создать форму управления своими домами или объединяться в КСК. Со слов специалистов Акимата Казбекбийского района и компании Теплотранзит, это позволит улучшить качество жизни каждой семьи. К тому же оградить жителей от лишних хлопот с ремонтом и подготовкой зданий к отопительному сезону. В чём же плюсы самостоятельных форм управления и КСК узнавал наш корреспондент Аймам Ринатолий Генрошитов. Отопительный сезон не за горами. По этому работу форм управления и КСК мы решили проверить именно относительно их подготовки. Со слов председателя КСК Чингис Саули Ахметовой, к зиме они полностью готовы. Её ведомство обслуживает 10 домов микрорайона Степной 4. Сейчас нареканий со стороны жителей нет. Поэтому о том, что КСК только ворует, нужно забыть, поясняет женщина. У нас есть ревизионная комиссия, которая каждый год проводит ревизию, проверяет все денежные средства. Отследить их очень легко, потому что они все поступают на расчётный счёт и всё идёт с расчётного счёта. Все оплаты. То есть мы оплачиваем подрядчикам. За материалы у нас безналом мы оплачиваем. И заработная плата тоже у нас перечисляется на карточки. Съёмочная группа побывала и в подвалах домов, у которых есть КСК. Один из них по адресу Рыскулова, 18, блок номер 206, поразил своей чистотой. По словам жителей, ещё буквально несколько лет назад здесь было невозможно ходить без резиновых сапог. Канализационная вода растекалась повсюду, вплоть до близлежащих дворов. Там у нас каждый день ЧП были, когда не было КСК. Обязательно надо было искать слесаря, чтобы он что-то делал. Сейчас проблем нет. Позвонил Игорь Степанович пришёл сам или слесарь и всё. Во всех домах, где мы побывали, подвалы действительно выглядят идеально. Элеваторные узлы совсем новые. Обход домов совершили специалисты Акимата Казбекбийского района и компании «Теплотранзит». С их слов, работать с многоэтажками, где есть различные формы управления, проще, чем с бесхозными домами. Оттого недавно некоторые из последних пришлось отключить от теплосетей. Но урок пошёл на пользу. Отрезанные от труб дома исправлять ситуацию начали на следующий день. В сегодняшний день общий процент готовности жилых домов в городе Караганде составляет 81,7%. Но ещё достаточное количество домов никаким образом не готовится к отопительному сезону, хотя уже осталось у нас меньше месяца до начала отопительного сезона. Да, была такая негативная практика в своё время. У людей этот опыт остался, что вот у нас было КСК, они вот там разворовали и так далее. Такие вопросы тоже возникают, но на сегодняшний день в основном все КСК, они отчитываются. И здесь большая роль всё-таки лежит ещё на жителях. По словам специалистов, лучше один раз в месяц заплатить за услуги КСК из расчёта 15 тенге за квадратный метр, чем потом искать нужного специалиста и тратить большие деньги. Сегодня без КСК и иных форм управления находится более 400 домов. Зачастую чрезвычайные ситуации происходят именно в них, поясняют специалисты. Отопительный сезон начнётся 1 октября. Аймам Ренажа Сулам Акулбеков, Арман Нартаев, Первый Карагандинский. Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова